Сёрен Киркегар. Понятие страха. Глава вторая. Параграф второй. Субъективный страх. Чем рефлективнее человек осмеливается полагать страх, тем легче, как может показаться, ему позволяют преобразоваться в вину. Здесь важно, однако же, не запутаться в приблизительных определениях. Важно, что никакое больше не может осуществить прыжка, и никакое легче не может сделать это более лёгким объединение действительности. Если этого не придерживаться чётко, возникает серьёзная опасность внезапно наткнуться на такое явление, в котором всё происходит настолько легко, что переход становится простым переходом. Или же опасность будет состоять в том, что все идеи так никогда и не смогут прийти к заключению, поскольку чисто эмпирическое наблюдение никогда не может быть полностью завершено. Потому, хотя страх и становится всё рефлективнее и рефлективнее, вина, которая вдруг появляется в страхе, вместе с качественным прыжком, будет содержать в себе ту же степень исчисляемости, что и вина Адама. Страх же будет иметь ту же самую двузначность. Стремление отрицать, что всякий последующий индивид обладал, или можно предположить, что обладал состоянием невинности, соответствующим аналогичному состоянию Адама, будет крайне возмутительным для каждого. Вместе с тем, это будет препятствовать всякому мышлению, поскольку тогда окажется, что должен быть такой индивид, который никогда не был индивидом, но относится к своему роду просто как его представитель. Хотя при этом его надо будет рассматривать в определениях индивида, то есть как виновного. Страх можно сравнить с головокружением. Тот, чей взгляд случайно упадет в зияющую бездну, почувствует головокружение. В чем же причина этого? Она столько же заложена в его взоре, как и в самой пропасти. Ведь он мог бы и не посмотреть вниз. Точно так же страх – это головокружение свободы, которое возникает, когда дух стремится полагать синтез, а свобода заглядывает вниз, в свою собственную возможность, хватаясь за конечное, чтобы удержаться на краю. В этом головокружении свобода рушится. Далее психология пойти не может. Да, она этого и не желает. В то же самое мгновение все внезапно меняется. И когда свобода поднимается снова, она видит, что виновна. Между двумя этими моментами лежит прыжок, который не объяснила и не может объяснить ни одна наука. Тот, кто становится виновным в страхе, становится настолько двойственно виновным, насколько это вообще возможно. Страх – это женственное бессилие, в котором свобода теряет сознание. С психологической точки зрения грехопадение всегда происходит в состоянии бессилия. Однако одновременно страх – это самое эгоистичное чувство из всех. И ни одно конкретное проявление свободы не бывает так эгоистично, как возможность любой конкретности. Это опять-таки превозмогающий все фактор, который определяет собой двузначное отношение индивида – симпатическое и антипатическое. В страхе содержится эгоистическая бесконечность возможного, которая не искушает, подобно выбору, но настойчиво страшит – ангстер – своим сладким устрашением – бе-ангстелсе. В последующем индивиде страх становится рефлективнее. Это может быть выражено тем, что ничто, являющееся предметом страха, вместе с тем все больше и больше превращается в нечто. Мы не утверждаем, что оно действительно превращается в нечто или действительно обозначает нечто. Мы не утверждаем, что теперь вместо ничто тут полагается грех или что-то другое. Ведь тут для невинности последующего индивида справедливо все то же самое, что и для невинности Адама. Все это существует только для свободы и существует только постольку, поскольку сам единичный индивид полагает грех в качественном прыжке. Стало быть, ничто страха превращается здесь в переплетение предчувствий, которые, отражаясь друг в друге, все ближе и ближе подходят к индивиду. Хотя, опять-таки, будучи рассмотрены по существу в страхе, они снова обозначают ничто. Надо лишь заметить, что это не такое ничто, к которому индивид не имеет никакого отношения, но ничто, поддерживающее живой союз с невидением невинности. Такая рефлективность есть предрасположенность, которая еще до того, как индивид становится виновным, означает ничто, рассмотренное по существу. Между тем, когда он становится виновным в качественном прыжке, он выходит за собственные пределы, в предпосылке. А поскольку грех предопределяет себя, это происходит не перед тем, как он полагается. Это было бы предопределением. Но предполагается как раз тогда, когда полагается грех. Теперь рассмотрим подробнее это нечто, которое в последующем индивиде может обозначать ничто, страха. В психологическом исследовании оно поистине выступает как нечто. Однако психологическое исследование не забывает. Там, где и на индивид через это нечто прямо становится виновным, всякое рассмотрение оказывается снятым. Стало быть, это нечто, которое в строгом смысле слова означает первородный грех, есть а. следствие отношения между поколениями и б. следствие исторического отношения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok